Еще один, я уже об этом рассказывал, вариант использования йода, скажем так, в разрушительных целях, это когда где-нибудь что-нибудь рвануло, причем очень далеко от нас, и люди начинают самостоятельно либо пить йод аптечный, да, либо есть таблетки калииадиды, либо, предположим, ну, не знаю, как-то его по-другому пытаться защититься от радиации, которая, как вы знаете, вокруг нас захватывает, да, прилетая с той же фукусимы, и он уничтожает человека. Нет, в данном случае человек наносит себе больше вред, да, потому что он, гигантское количество этого йода поступает в организм, и как на это среагирует щитовидная железа, никто не знает, даже, наверное, сама щитовидная железа, потому что, ну да, может быть, может быть, развиться некий, не знаю, реактивный тиреогид, как вариант, и хорошо, если он будет просто реактивным, то есть без каких-то аутоиммунных вещей, без прочих неприятных вещей и прочего. Значит, если мы используем йодит калия, то только по команде, то есть в том случае, если где-то что-то рвануло, например, вот это вот какая-нибудь, не знаю, у нас тут много, чего может рвануть в округе, да, и поступает команда на прием вот этих таблеток, для чего это делается? Для того, чтобы тот радиоактивный йод, который вылетит во время выброса, не во время ядерного взрыва, во время выброса технологического, потому что, да, его там будет много, в ядерном взрыве его практически не будет, он значения иметь не будет никакого. Так вот, в 30-километровой зоне будет дана команда организованного приема вот этих таблеток. Да, только в этом случае их вред будет, ну, гораздо меньше, чем польза от них. Это единственное стечение обстоятельств, в которых мы можем применять этот самый йод. Не мазать переднюю стенку шеи не нужно, не пить, не принимать таблетки, ничего этого не нужно, не добавлять работы эндокринолога. Продолжение следует...